МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие друзья, сегодня я представляю вам третью серию нашего прославленного проекта, который мы делаем совместно с нашими друзьями компанией «Континенталь». Для чего все это? Во-первых, вы знаете, для того, чтобы вы знали интересные места в нашей стране. Ну, а во-вторых, чтобы у вас был шанс получить новую зимнюю резину от «Континенталь». Например, вот такую. Ну-ка, сынок, покажи. Итак, сегодня мы отправляемся в Краснодарский край. Там есть Туапсе, Сочи, Краснодар и прочие населенные пункты. Где-то среди них мы и зароем очередную капсулу с сертификатом для получения супер-качественной резины от компании «Континенталь». Ну, а если ты еще продолжаешь лениться, то тогда просто купи комплект зимней резины «Континенталь», зарегистрируй свой чек на сайте contitrace.ru и выиграй отличный приз на автопутешествия со своими друзьями и еще массу других ценных призов. Или на автопутешествии без друзей. Без друзей. Друзья мои, добраться в Сочи можно разными путями. Некоторые воспользоваться, имеют привычку железнодорожным транспортом. Другие, у которых есть деньги, вроде вас, Рустам, на самолете. Но можно было бы доехать и на машине. Это примерно полторы тысячи километров от Москвы. Через Джубгу, да, через перевалы. Через Ростов. Да, да, да. В общем, можно сюда добраться. Но, ребята, в сезон, я вам скажу честно, дорога адская. А Серпантин узкий. Всего две полосы туда-сюда. И 189 километров от Джуббы до Сочи превращаются в настоящее испытание. Потому что, ну, я так понимаю, где-нибудь в июне, в июле или в августе у вас есть возможность потратить на эту дорогу 8-9 часов. Говорят, что сейчас некоторые доезжают за 3-4-5 часов, да? Но поскольку у нас совсем плотный график, мы выбрали компромиссный вариант. Мы долетели на самолете, взяли машину уже здесь, в Сочи, у наших партнеров. Для того, чтобы показать вам главные достопримечательности этого главного российского курорта. Ну, и мы поймали себя на мысли, дорогие товарищи, вот уже с первых минут поездки по Сочи, который освободился от летних купальщиков-туристов, что, несмотря на октябрьскую погоду, да, середина октября сейчас, атмосфера... Это даже не бархатный сезон, это даже не бабье лето, ребят. Да, несмотря на это время года, атмосфера в городе прекрасная. Схлынули человеческие массы, знаешь, как бывает, схлынувают массы. Раз, и нет массы. Короче, как волна, знаете, вот покидает берег во время отлива. А олимпийская инфраструктура осталась, ресторации остались, гостиницы остались, дороги, развязки, все это есть. И люди, которые готовы вас принять, встретить, обслужить, тоже остались. Кстати, цены от 300 рублей в частном секторе. В том же Адлере. Да, с удобствами на этаже. И 1300 рублей с удобствами в вашем номере. Ну, мне, например, удобство лучше где-нибудь в стороне. В стороне, вы имеете в виду прямо на берегу моря. Да, да, да. Вот. Это будет чуть подороже. Дорогие ребяточки, город, ну, непривычно очень для глаза, потому что мы все знаем, что такое погода уже в середине октября. Это дожди, в Москве уже заморозки ночью до минус 4 градусов, листья все уже облетели, пронизывающий ветер, люди кашляют, дети болеют. Короче, мысли. А здесь такое ощущение, что осталась какая-то удивительно, знаете, тонкая грань вот между весной и летом, да, 22 градуса, потому что в Сочи обычно летом гораздо жарче, да, и душнее. А сейчас вот оптимальная погода. Ну, грубо говоря, я пожалел, что у нас, например, с тобой, Иван, сегодня не кабриолет. Да? Потому что идеально было. Давайте найдем пилу и срежем крышу, и будет кабриолет. На самом деле мы поймали себя с Серегой на мысли, что вот эта погода, вот эта атмосфера, которая царит в Октябрьском Сочи, она настолько расслабляет, что, честно говоря, ребята, мы с трудом нашли в себе силы после самолета. Надо сесть за руль нашего автомобиля и отправиться в это путешествие. Нет, сесть-то сели, но рот раскрывать трудно. Очень тяжело, правда, очень тяжело. Вообще нет никакого желания. В общем, если вы хотите, значит, отвлечься от суеты, от своих родственников, которые вас доставили. Если вы хотите быть рядом с морем, рядом с горами, но при этом не купаться и не лазить по скалам. А просто отдыхать, просто расслабиться, просто избавить себя от ежедневного стресса. Тупо не смотреть телек. Слушайте, и самое главное, да, вот мы же все-таки программа, которая рассказывает об автомобильных путешествиях или о путешествиях на автомобиль. Ребят, радуется глаз, правда. Вот это ощущение какое-то благостное, да, которое полностью вас захватывает, в котором вы полностью растворяетесь. И вот сейчас вид, вот этот справа от нас. Это действительно справа. Лазурное побережье Краснодарского края. Да, и хватит, это уже сравнивать с Францией. Это лучше, чем Франция? Да, лучше, чем Франция. Господи, как хорошо. Конечно же, Сочи, друзья мои, ассоциируется у нас в первую очередь с морем. И море отвечает нам взаимностью. Любовью, лаской, теплотой. Даже в эти октябрьские дни, когда никто не купается, быть рядом с морем, это все равно праздник, это все равно кайф. Короче, очень хочется искупаться нам, Серега. Остается наслаждаться цветом этой прекрасной свежепахнущей влаги. Ну и красотами морского вокзала, потому что это самый-самый центр Сочи. Когда-то корабли отсюда уходили аж в Константинополь. Да ладно? Да, 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 отсюда можно было. В 17-м году можно было уплыть в Константинополь отсюда. Ну а сегодня это Марина. На международном языке это то место, где стоят яхты, катера. Ну вот мы снимаем во время проведения Формулы-1, и здесь особенно много иностранных судов, да. И иностранные моряки пьют, гуляют, заходят в шикарные бутики, где можно купить, например, такие дорогие пола, как у нас с Рустамом. Короче, ребят, насладитесь прекрасными видами прекрасного Сочи. Российского города. Российского города. Друзья мои, мы находимся в Олимпийском парке. Вы прекрасно знаете, как это место выглядит с высоты птичьего полета и по тем телетрансляциям, многочисленным репортажам. Даже по нашим съемкам, которые мы вели здесь в феврале 2014 года, показывая вам Олимпиаду. Ну а сейчас это место, где проходит российский этап Формулы-1. За нашими спинами вокзал, куда, как и на Олимпиаду, прибывают из аэропорта, из своих частных лачуг, из дворцов. Люди, зрители, болельщики, и их ждут. 6 километров трассы, кстати говоря, трасса одна из самых длинных. 18 поворотов. 12 поворотов из них. Это правые повороты и 6 поворотов левых. Ребят, российский этап Формулы-1 мы принимаем в октябре 2014 года. В октябре 2014 года здесь, кстати, плюс 22. А сколько у вас? А у вас уже зима. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 Две, три, опять, и она готова. Две, три. О, а запах какой? Очень хочется есть. Опа, три минуты. Вот она такая замеченная. Что же тебе теперь надо сделать? Сейчас мы ее достаем. Так. Вытираем ее полностью. С четкой чистим. С четкой чистим. С четкой? Да. Видите, как трепетно повара относятся к вашему блюду. Да. А теперь? Теперь мы ее ставим на лодочку, на тарелочку. На тарелочку? Да, как лодочка. Ставим масло и отправляем заказ. А масло? Масло, вот оно, ставится. Масло может быть 30 грамм. 30 грамм? Да. Все, понесли. Итак, ребятушки, это реально та самая лодочка в Хачапури по-аджарски, которую вы видели все это время, как ее делают. Да, значит, как правильно ее есть. Отламываете конец, макаете концом, размешиваете масло. Яйцо, яйцо с маслом, яйцо с маслом, зачерпываете сыр и в рот. Прекрасно, друзья мои, прекрасно. И обязательно дополните свой стол в старом базаре. Это не реклама, это реально чисто пацанячий совет. Обязательно зелень, обязательно специальные соуса для этой зелени, обязательно возьмите соленье, ну и шашлык уже кому какой нравится. Мне нравится лично шашлык из шеи. Я пошел, пускай говорит, да. А у меня есть своя лодочка. Мне за хороший репортаж подарили еще одну лодочку. Друзья мои, мы по-прежнему в самом центре Сочи. И сейчас мы расскажем вам, почему мы остановились именно в этом месте. Но обращает на себя внимание потрясающая чистота автомототранспорта вообще в целом в городе. Автопарка. Да, воздух с моря, да, чистый, достаточно влажный, солнечная погода. Нет никаких песчаных бурей. Вот посмотрите, это старый Мерседес, которому, наверное, лет 15-20. Ну что-то типа того. Но он в идеальном состоянии. И все машины буквально все чистые. Вот грязных автомобилей мы здесь не видели. Значит, теперь, почему мы здесь? Вы все прекрасно знаете это здание. Это зимний театр. Зимний театр, здесь проходят кинотавры, правильно? Здесь же красная дорожка, здесь все ваши любимые актеры поднимаются. Поднимаются туда, в зимний театр, для того, чтобы поучаствовать в этом самом кинотавре. А справа от него гостиница знаменитая «Жемчужина», которая сохранила, слава богу, свое название до сих пор. И прославилась она тем, что здесь мечтали выступать. Это, в принципе, была, знаете, как сцена номер один страны. Если артист собирал здесь полный зал, значит, он самая настоящая звезда. Здесь собирала полный зал и Пугачева. Кузьмин Володя собирал. Ну, я уж не говорю о таких монстрах, как Иосиф Давыдович. Здесь были лучшие люди нашей эстрады. Да, ну и на самом деле не надо забывать, что тот же Гриша Лепс начинал в свое время в Сочи, в одном из кабаков. Но не надо забывать и о плохом. Стас тоже здесь начинал. Какой? Пеха? Дорогие друзья, эта страничка нашего путешествия посвящена отнюдь не толерантности, как можно было бы подумать, глядя на эту прекрасную сцену. Зеленая трава, голубые джинсы, черное поло, белое поло, яркое солнце, черешневый лес, пальмы, небоскребы. Почему черешневый лес? Это так написано. Черешневый лес? Черешневый лес, да. Впервые вижу, как выглядит черешня. Он только еще растет. И небоскребы нового Сочи, квартиры в которых вы, наверное, сможете купить когда-нибудь. Короче, ребят, Сочи это не только море, это еще и великолепный воздух, это великолепная атмосфера, правда. Это великолепное солнце, люди. И все это в середине октября, ребята. И все это, вы не забывайте, РАСИЯ. Да, Шенген не нужен. Вот, послушайте, на русском говорит человек? Уважаемые граждане. Уважаемые граждане, точно, мы в Сочи. Уважаемые граждане, приготовьтесь к проверке документов. Уважаемые граждане. Парни, надо сказать, что сочинский курорт хорош не только кухней, морем, да, прекрасным климатом, ярким солнцем, но и тем, что по новой трассе в течение, наверное, минут 40 несмешно. Ну, 44 километра отделяет вас, если вы находитесь в Адлере, от Красной Поляны. Ну, а центр Сочи, наверное, час небольшим на машине, да, неспешно, 105 километров в час, законно. Шикарное дорожное полотно, освещение. Кстати говоря, можно из центра Сочи, да, или из Олимпийского парка добраться до Красной Поляны на железнодорожном транспорте, на Ласточке. Рядом с нами идет железнодорожное полотно, которое специально также было проложено к зимним Олимпийским играм Сочи 2014 года. Значит, что нас ожидает на Красной Поляне? Ребят, ну, в первую очередь, 44 километра отделяют вас от моря, да, до гор. В первую очередь, мы же все-таки с вами должны понимать, несмотря на то, что это Краснодарский край, это все-таки Кавказ, да, главный Кавказский хребет, и на самом деле вот эта история позволяет отдыху вашему быть на Сочиевском побережье круглогодичным, соответственно, у вас есть возможность. Причем, вы же вспомните, да, наши дневники за ресурсом Сочиевской Олимпиады. Внизу в Олимпийском парке было плюс 13, плюс 15 градусов. Иногда дождь. Иногда дождь. А здесь уже температура гораздо ниже за счет климата, за счет гор, а всегда снег, уверенный снег, всегда снежные вершины. Шикарная инфраструктура, которая была создана к зимним Олимпийским играм, которая позволяет вам заниматься практически любым и любимым видом зимнего спорта. Катание на лыжах, сноуборд, прыжки, я не знаю, там, вот у нас с Сергеем понятное дело. Катание на лыжах, сноуборд, сноуден. Сноуден, нет, но у нас с Серегой понятное дело, любимый вид зимнего отдыха. Это лежать. Это лежать, да. В крайнем случае, нашу и не на клубы. Нет, универсальный вид отдыха, можно лежать летом, зимой, весной, и ознью. Да, да, поэтому не поленитесь, не поленитесь, найдите в себе силы, даже если вы не являетесь ярым поклонником и фанатом зимних видов отдыха. Правда, просто попадите в горы. Горы меняют все, но лучше горы могут быть только горы. Я сам родился в Таджикистане, у нас республика достаточно гор. 99% всей территории Таджикистана это горы, но я как человек, который родился в горах, республика, в которой находятся там восьмитысячники, могу с полной уверенностью сказать, что горы здесь, в Сочи, в Красной Поляне, это просто селени. Тем более сейчас осень расцвела зеленкой, уже начинает краснеть, да, некоторые лиственные растения начинают сбрасывать листья, да, 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 это очень красиво. Вот несколько тоннелей вам встречаются на пути, да. Прорублено они в горной породе. Да, как вы уже сказали, прекрасное освещение, да, в этих тоннелях, вентиляция. И прекрасный, прекрасный, вот давайте обратите внимание, прекрасный вантовый мост. Да, 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 красивый. Один из самых красивых на этой трассе. Прильнули все к своим экранам. Ну, недостаточно. Ну, давайте замедлимся, давайте замедлимся для того, чтобы дать возможность нашим зрителям насладиться тем видом, который открывается после того, как вы выезжаете из тоннеля. Я замолкаю. Ну, кстати, более живописен... Да что ж ты говоришь, что ли? Погодите, погодите, ну, вы замолкайте, я не могу замолкнуть. Более живописен вид на этот мост, когда вы возвращаетесь обратно с сбор в Сочи. Особенно, если вы возвращаетесь уже в сумминках, да, потому что ванты подсвечиваются, основные опоры подсвечиваются. Как бы из-за поворота, да, он у вас выскакивает. Рядом с нами река Мзымта. Вот. Так что практически такой краткий урок географии. Да, но, в принципе, надо знать три названия реки в Сочи. Это Мзымта, Сочи и Херота. Мне больше по душе Херота. Или Херота. Херота, да? Херота будет после как вы там пополучитесь. Ты посмотри, а... Дорогие друзья, конечно, вы понимаете, что мы не могли обойти своим вниманием Розу Хутор. Это настоящее, существующее сегодня воплощение того, что вот, ребят, поверьте, безо всякого ура-патриотизма можно назвать новой Россией. Когда со вкусом, когда для людей, да, когда глаз радуется, да, когда... В едином архитектурном стиле. Да, когда и те люди, которые никогда не были за границей, а тем почти те, которые там были, да, или я вот как человек, который вырос в Петербурге, когда глаз отдыхает, да, и здесь и одновременно просторно, и одновременно уютно. И просто вот, вы знаете, да, вот хочется на этим всем любоваться. И я вспоминаю те февральские дни, когда здесь проходила Олимпиада, да, когда здесь ходили толпы людей, и когда сегодня достаточно многолюдно здесь. И, в принципе, лишний раз хочется вам напомнить, ребятушки, что все-таки, все-таки кое-что меняется, кое-что меняется, становится чуть-чуть, но лучше, да, и вы обязательно должны здесь побывать. Вот искреннее пожелание. Ущипните меня, ущипните меня. И вы себя ущипните. 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 Пристегните, пожалуйста, Рустам Иоаннович. Обычно такие рельефы специально проектируют как раз для испытаний автомобилей, да, когда тестируется для журналистов и для широкой публики вновь выходящая модель. Обычно журналистов приглашают на трассы, которые созданы искусственно. Но мы живем в свободной стране, у нас таких дорог и без участия человека достаточно. Полным-полно. Да, сейчас, кстати, отличный сезон, но с точки зрения... Так-так-так, потише, потише, главное не провалиться. Да, с точки зрения того, что, по крайней мере, поверхность сухая, да, нет дождей, потому что я думаю, что в дождливую погоду здесь просто... Ну, или зимой, да. Ну, зимой здесь вообще делать нечего. Тигуан, понятное дело, абсолютно городской кроссовер, несмотря на полный привод, имеющийся на этом автомобиле. Ну, клиренс, да, мы просто берем клиренс, плюс у нас отсутствует специальная подготовка. Ну, данная машина, в принципе, даже без внедорожного обвеса, да, потому что Тигуан представлен в двух комплектациях обычно, да, и у вас есть полноценная городская юбка и скошенная, чтобы вы могли преодолевать какие-то ямы. Мы едем на городском варианте, и эти 11 километров, я так понимаю, мы можем, по большому счету, и час, и полтора преодолевать, да? Ну, подъемы становятся все круче и круче. Вы говорите, потому что у меня дыхание перехватывает. Сергей, на самом деле, еще два часа назад Сергей хотел... Просил выбрать другую точку. И другой маршрут, ну, в общем, в конце концов, мы убедили его в том, что, блин, елки-палки, да здесь нет ничего серьезного, но я могу сказать. Я вижу вот, и, ну, вот, со своего места, во-первых, реально можно оставить здесь шины, да, потому что очень острый ка... Нет, шины это последнее, брат. Первое, что можно оставить, это картер. Картер. Потому что можно насадить машину. Вторая, погибнет коробка. Да. Да, да. И, собственно говоря, ну, старожилы утверждают, что можно, в принципе, машину оставить наверху. И не спуститься. И не спуститься. Но мы обязаны, обязаны... Спуститься. Спуститься. Ради будущего. Нет, и ради вас. Так не пугает даже спуск или подъем, как... Боковой крем. Машина, когда наклоняется. И я помню, что тот же Туарег, по-моему, выдерживает 54 градуса наклона. Именно бокового. Да. У Прада, Тойота, это где-то 45, по-моему, да, градусов. А вот сколько у Тигуана, я не помню. И, знаете, не хотелось бы проверять. Потому что... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Потому что если эта штука наклонится, то... Мало не... Обратно она уже не разогнется. Я очень надеюсь, что система полного привода и электроника, которая отвечает за систему полного привода, сделает все, чтобы этот автомобиль продолжил движение. Ну, знаете, ребята, губы сохнут достаточно быстро. Ну, 11 километров, это испытание, это испытание. Ну, мы двигаемся со скоростью примерно 7 километров в час, не больше, да? Быстрее, чем пешеход. Ну, то есть это полтора-два часа. Значит, Хмелевские озера расположены над уровнем моря на высоте 1700 метров, даже с копейками Вот, я надеюсь, что оттуда откроется удивительный вид, собственно говоря, на ущелье, на горы У меня тут мысль, брат, ну А как разъехаться с теми, кто спускается? Не знаю Обгон, понятно Я не могу ответить Так, так, не спеши, потому что очень острые валуны, очень острые... Так, камни, да, ребят Очень много острых камней, поэтому будьте внимательны, может быть, стоит... Ездить не на визине Нет, не на... На докатках Нет, не на докатках, нет, не на докатках, нет, не на докатках, нет, может быть, просто уменьшить давление в шинах И обнимать камни И обнимать камни, да У меня тоже что-то начала припотевать спина Лучше наоборот Вокройте дверь, стихо хотя бы на секунду остановит камень Вот цивилизация, посмотрите Субтитры создавал DimaTorzok Надо сказать, ребятушки, что после первого выпуска, который мы снимали в Воронежской области Капсула А это, в общем-то, главная цель вашего просмотра Этого видео Наших видео, наших зарисовок, да Капсула была найдена, ну, чуть ли не через полтора-два часа После того, как наше видео вышло в эфир канала YouTube Почему? Потому что мужчина, который жил неподалеку, взял лопатку и побежал вперед Сегодня в Сочинском регионе, я думаю, все будет не так однозначно просто Да? Да Но, тем не менее, подарок стандартный Капсула, это на всю жизнь вам, ребята Шины сточатся в пыль А капсула будет греть ваших внуков Внутри этой капсулы Сертификат на комплект отличной резины от компании «Континенталь» Такого размера, который вам нужен Вот здесь, запомните, в 30 метрах от нас корова Да Но в тот момент, когда вы будете копать, корова может не быть рядом Здесь куча столбов Раз, два, три, четыре, пять, да? Пять проводов Ну, и мы примерно над вторым справа А право для нас, это если мы смотрим в горы, да, вверх Соответственно, второй справа провод И под ним, поскольку почва Вы знаете, мы специально купили лопату За 580 рублей В сочинском магазине Но оказалось, что она бессмысленна Потому что здесь очень близко залегает горная порода Поэтому мы решили тупо отодвинуть вот этот камень Как делают обычные шпионы, которые закладывают тайники Закладку сейчас дай чуть-чуть Значит, чуть-чуть покопаем под ним Запомните пока камень Как он выглядит? Камень симпатичный Ребята, фотографируйтесь Отправляйте фотографию на адрес InfoSobakaContiTrace.ru InfoSobakaContiTrace.ru В одной руке капсула В другой сертификат А как вы будете тогда фотографироваться? Ваши фамилии, имя, отчество Фамилия, имя, отчество Телефон, ЕМН Все Это ощущение, что здесь кто-то живет Какой стороной? Вот этой Вот так туда его Так, отлично Дальше Пример Пример Не, мы его теперь А теперь мы его Правильно? Что ты делаешь? Я еще Это фальш-яма Ребята, не покупайтесь на нее Это фальш-яма Значит, ребята Те, кто хочет себе шины От компании Continental Из вашего размера Цвета, веса Как и так далее Шипованности Подсказка То есть для тех лояльных зрителей Кто досмотрел до конца А не просто тупо Перемотал Куда-то ломанулся Значит Где искать то самое место С опорами линии электропередач Да, подсказка номер один Мы стоим на повороте Здесь остатки Некого технического забора Видимо, это был паркинг Для машин Которые сработали на строительстве На карьере Может быть, да И вот вы видите дорожка Она сейчас Идет в лес дорога Но ее зарыли специально Да, смотрите Сделали ров Чтобы по ней уже машины не ездили Вот на эту дорогу и надо выйти И поднявшись Ну вот смотрите, два дерева как ворота Да, и поднявшись метров где-то 200 Вы окажетесь на плато Там, где мы снимали вместе с коровой Вот этот репортаж Короче, ребята Серега вас жалеет Да, я сжалился над вами Потому что он предлагал Чернушка предлагал Говорит, поскольку они так быстро находят Запутать все к чертовой мать И зарыть вообще хер знает где И не объяснять ничего Но я решил, что Для тех, у кого быстрый интернет То быстро можно скачать Посмотреть Значит, для вас все-таки ориентир Значит, по традиции Указатель километража С этой стороны 21 С другой Поверьте на слово 27 И где-то в 200 метрах от нас Знак населенного пункта Монастырь, да? Да, за ним поворот направо За ним поворот направо Все, все Да хорош Ну ты чего Ну они умные Ну вот они Вот эти провода Вот линия электропередач Короче, ребят Это там Это там Все, ищите Комплект резина От компании Континенталь Ну че Ну херен собачий Да? Все, поехали Мы, может, еще поможем людям? Как? Напишите нам Насколько вам было сложно В этот раз Да, напишите Info Sobaka.contitrace.ru Если им было очень сложно Да? Да Я дам тебе щелбан А если А если не очень А пока ты говоришь Они уже выкапывают А если не очень Я извинюсь перед ним Да, значит Встретили Встретили телочек Крупный, рогатый скот Нет, мы встретили телочек Потому что Честно говоря Из-за съемок Некогда заниматься Личной жизнью И вот здесь На дороге Встретили Переходящий Дорогу скот Ну подойдем Пойдем Иди сюда Пойдем На самом деле Остановитесь И помогите Скоту Перейти дорогу Да? Потому что Вот встречный Автотранспорт На самом деле Даже не остановился И коровы тут стояли Несколько минут А че мы Мы прям их погоним Нет, это бык Нет, это Какой бык? У него нет пенисов Какой бык? Ну он бык У него рога, чувак Че-то как-то Тревожно Тревожно Но хорошо Мы не в красном Ребят Хорошо Мы не в красном Смотрите, как они Хорошо уходят в закат На холмах Грузии Блин, практически На холмах Грузии Продолжение следует...